Добрый день, это программа «Особое мнение», у микрофона Ольга Бычкова, со своим особым мнением у нас сегодня журналист Максим Шевченко в студии. Добрый вечер. Здравствуйте. Как давно мы не встречались? Да, это правда, это правда. А у нас столько всего накопилось, что можно обсуждать, и каждый день приходят к нам очередные новости. И некоторые просто удивительные, одна удивительная, другой. Сегодняшний переговор Демушкину за слова, фактически, за буквы, написанные на транспаранте, на куске картона, с которыми он когда-то еще там, в 2014 году. На семью русской власти, по-моему, были буквы. Ну, в том числе, да. Я их произношу, подчеркну, беру на себя полностью ответственность за их произносение в эфире «Эх, Москва». Дело подсудное. Да, подсудное дело. Я тогда воздержусь. Теперь за слово «Россия», за слово «Русская власть». Значит, это, как бы, считается очень страшно. Ну, то есть, теперь за всякую ерунду, глупость или там все, что угодно, можно получить два с половиной года колонии. Нет, ну, почему? Имелось в виду национально ориентированная власть, которая буддисты в интересах народа, в интересах России. Потому что фермина «русская», она подразумевает не этнические коннотации, может подразумевать, а может подразумевать политическую коннотацию. А может подразумевать этническую? Какую угодно. Да хоть какую бы она подразумевала, но это точно не стоит. Но Диме дали два с половиной года вовсе не за это высказывание, а за то, я же выступал на его процессе в его защиту, я с ним общался, что он просто отказался стать стукачом и отказался стать сексотом. Его ломали, вербовали, унижали с целью его склонить к сотрудничеству со спецслужбой. Он отказался и за это идет достойно очень с высоко поднятой головой в тюрьму. Я думаю, его продолжат ломать, а так как они его пытаются представить таким нацистом, каким он не является, это православный человек, живущий по очень строгим православным правилам, держащий все посты, старающийся не пропускать никаких церковных служб. Он идет просто в тюрьму страдать, как русский православный человек и как герой Достоевского, на мой взгляд. Если он русский православный человек и держит все посты, это не значит, конечно, что он не может быть каким угодно... Но он просто не является, Оль. Когда у нас с ним история знакомства была такая... Это не значит, что его нужно сажать в колонию. Мы с ним сначала очень повздорили заочно. Потом он сам мне позвонил и сказал, давайте поговорим. Это было лет семь назад еще. Потому что я ему сказал, ну что за нацистский бред там ты несешь. Я с ним встретился, я увидел перед собой молодого человека, которого еще не устоявшаяся культурная была позиция. Ну, совсем такого. Это он еще был молодой. Мы с ним разговаривали, я увидел перед собой хорошего человека, патриота своей страны, патриота своего народа, который, между прочим, в рамках, в следующие годы, в рамках преодоления конфликта между молодежными группировками, в Москве, при содействии депутата Шамсаила Саралиева, организовали они такую, от Чеченской республики, систему мониторинга. То есть, когда там ребята русские, условно говоря, с кавказцами находятся в одном шаге от конфликта, то они звонят в такой центр мониторинга, туда приезжают, как бы, Демушкин или приезжают, допустим, кавказцы какие-то, ну, старшие, авторитетные, и, значит, ребят разводят. И, в принципе, у него были нормальные отношения и с МВД Москвы, и эти взаимодействия, и подписывались какие-то соглашения, и то, что из него сделали политзаключенного, у меня просто нет сомнений. Ну, я считаю, что это просто месть тех следователей, которыми он отказался идти на сотрудничество. В чистом виде для меня Демушкин-то узник совести. Ну, он, несомненно, должен считаться политзаключенным. Безусловно. Его явно посадили... Безусловно. Ну, как-то не обрабатывали. Но только не за политику. Я вообще не знаю, за что его посадили, честно говоря, потому что лозунг «Россия, русская власть». Я не считаю, что это лозунг... Пусть они докажут, что это экстремистский политический лозунг. То, что их доказательства абсурдны и ничтожны. Подождите, минутку. Предположим, будет доказано, что это экстремистский политический лозунг. Но это все равно слова и буквы, написанные на картоне. Это не тратил там, я не знаю, не винток. Вы знаете, в оппозиции я считаю противник 282-й статьи. Я считаю ее статьей, которую используют для расправы с людьми для сведения счета по всей стране. Конечно, да. Экстремизм. Это настолько расплывчатое юридическое понятие, что, вспоминая Солженицына, который описывал 58-ю статью, говорит, он говорит, да дай мне блаженного Августина, и он у меня по 58-й статье десятку получит с его градом, понимаете, тем самым, значит, там, блаженным. Там или исповедью. Любого человека можно подвести под что угодно. Любого. Там Чехова, Достоевского, Толстого, Гоголя. Это просто статья, к помощи которой осуществляется расправа над неугодными, над теми, с кем есть личный конфликт или еще какой-то конфликт. Поэтому, я думаю, что, безусловно, должна быть апелляция у его адвокатов, и, безусловно, они должны рассчитывать на поддержку, в том числе на защиту. Ну, а когда Дмитрий Медведев... Общественную, я имею в виду, защиту. Да, понимаю. Когда Дмитрий Медведев... Это похожая история, ну, или, по крайней мере, где-то рядом находящаяся, когда Дмитрий Медведев выступает там на каком-то культурном форуме и говорит о том, что нельзя преследовать за кино, которого никто не видел, что произведение искусства – это свобода и так далее, и так далее. И, в общем, фактически, он говорит Наталье Поклонской, чтобы она оставила в покое Александра Бортко и его фильм еще не выпущенный на экране. Не Бортко, учителя. Учителя, прошу прощения, да. Не выпущенный на экране про Николая Второго и Матильду. Вот он ей говорит... Это чем-то про наследника престола Николая Александровича, потому что, когда Матильда Пшесинская была его любовницей, о чем масса и свидетельств, в том числе дневники Суворина, где достаточно детально и даже грязновато Суворина описывает слухи, которые ходили тогда в Петербурге, он еще не был Николаем Вторым, он был наследником престола Николая Александровича. Ну, понимаете, да, это вы совершенно правы. Великим князем. Но когда, например, госпожа Поклонская имеет возможность или, по крайней мере, пытается тоже открыть какое-то дело на авторов этого фильма, это же вот примерно то же самое, что сажать за слова и буквы. Ну, дело в том, что она имеет право возмущаться, и я готов, как и вы, уверен, защищать ее право высказываться, требовать не смотреть ни в коем случае православного человека фильма «Матильда». Ну, я не готова защищать ее возможность, не право, а возможность инициировать уголовные дела. Да, безусловно. Нет, ну просто, знаете, любая старушка из подъезда может писать на вас, допустим, письмо, что вот она, Бычкова, ходит на каблуках такая вся, понимаете, наверняка она там нехорошая шпионка. То есть старушке вы не можете запретить писать такое письмо, просто прокуратура должна адекватно на такие письма реагировать. Вот на послание Поклонской надо реагировать так же, как на письмо старушке из соседнего подъезда. Пока прореагировали именно так. Ну, и нормально, значит. А то, что она имеет право жаловаться, так жаловаться и Маврыкина имеет, и Поклонский имеет право жаловаться. Кто же у нас право жаловаться-то, говорится, запретить человеку? Мы же за свободу слова тут тоже надо. Нет, мы абсолютно полностью, мы всей душой за свободу слова. Депутаты просто, это же не власть никакая. Депутаты это сейчас просто люди, которые трижды в день ходят, отмечаются у смотрящего по Думе, как они там присутствуют, не присутствуют на работе. Мне что-то подсказывает, Максим, что госпожа Поклонская считает, что она власть. Ну, считается. Вот судя просто потому, когда... А герой Гоголя полагал, что он Наполеон. Помните, сегодня я проснулся и понял, что я Наполеон. Точно. Посмотрел на себя и точно понял. Я Наполеон. Мы сейчас прервемся на три минуты, а потом мы с вами будем говорить о дагестанских дальнобойщиках, потому что именно Максим Шевченко знает о них больше, чем другие. Программа «Особое мнение» у микрофона Ольга Бычкова с особым мнением журналист Максим Шевченко. Итак, сегодня продолжение истории про дагестанских дальнобойщиков, а полиция там, в Дагестане, не стала заводить на них дело после того, как они перекрыли трассу Кавказ. Они это сделали для того, чтобы, требуя отпустить двух человек, да, и самое удивительное, что их отпустили против тех, кто перекрывал трассу Кавказ на минутку, там не что-нибудь, не какой-нибудь переулок какой-нибудь кривой, а трассу Кавказ. На них дело заводить не стали. Вы там были только что. Я был в четверг, туда полетел специально на один день, они меня пригласили, позвонила инициативная группа, я в четверг вылетел и день там с ними провел. Встретился на этом кругу, значит, Манас, где находится их лагерь, и стоят там сотни машин с инициативной группой. Мы сидели часа три, разговаривали, и так очень смешно. В кафе заходили, значит, представители разных там силовых структур, как бы так, разговаривая по телефону, но, наверное, как бы снимая вот так. Он как бы разговаривает, но так поворачивается. Камеры снимают. Потом пришли еще оперативники, поставили так фотоаппарат, ну, метров за пять от нас тоже так снимать, вот так демонстративно. Ну, у каждой спецслужбы, у Росгвардии, МВД, там, ФСБ, есть какие-то свои, очевидно. Думаю, ФСБ так не унижалось, честно говоря. Но остальное, это был такой цирк, который был очень смешон. Но они подробно изложили мне все свои проблемы, и, главное, доказали это документально. Знаете, а потом я пошел, и там собрались тысячи людей, наверное, тысячи две с половиной, я так думаю. Это огромная масса мужчин, очень сильных, очень таких крепких, не пьющих, очень спокойных, очень спокойных. То есть, там, это люди, сами понимаете, которые проезжают тысячи километров за рулем, люди ненервные. Люди, у которых порядок и дисциплина, то есть, даже правила дорожного движения находятся, как бы, на уровне бессознательного. То есть, это очень организованные люди, которые, как братья, стоят друг за другом. Они просто мне сказали, что тройное налогообложение, которым они фактически сейчас подвергаются, это акциз на топливо, который, по-моему, составляет порядка шести рублей на литр сверху, и который они согласны платить. Это транспортный налог, который в Дагестане составляет сегодня на машину порядка тридцати тысяч рублей. И это вот сейчас платон, что это привозка приводит к их разорению. Тем более, что они доказывают на цифрах, что суммы, которые собираются в год, превышают те, которые, по их мнению, идут на дороге или достаточно для содержания дорог. А то, что вы назвали трассой Кавказ, в том месте, где находился я, это, скорее, проселок. И известный как проселок Махачкала-Дербент, который когда-то к приезду Дмитрия Анатольевича Медведева в районе Дербента срочно уложили асфальтом, которого там уже нет. Ну, там вот от аэропорта, где он приземлился, до Дербента, когда там праздновали юбилей Дербента, положили свеженький асфальт, которого, естественно, уже сразу же через два месяца там не было. А так это называют дорогой смерти. Вот то, что они перегородили, потому что на этой дороге, узком двухполосном шоссе, без обозначения, без обочин, гибнет в год людей, ну, наверное, сравнимо с интенсивностью потерь на Чеченской войне. И, значит, ребята, которые это сделали, перегородили, представители всех народов Дагестана. Аварцы, даргинцы, кумыки, русские, таты, лакцы, чеченцы, они очень солидарны. И, конечно, они многим рискуют. Они рискуют, потому что власть их стравливает с народом. Допустим, там весной из соседнего Левашинского района люди, где люди, значит, капусту выращивают, так называемый весенний вывоз зимних запасов капусты. Каждый год они вывозили эту капусту, зарабатывали на этом. В этом году, естественно, они бастуют, не идут на уступки, и власть натравливает на них жителей Левашинского района. Вот эти вот подлые дальнобойщики, смотрите, какие гады, серые схемы у них. Они показали мне, один человек показал штрафную квитанцию, которая ему пришла, из Рязанской области. Пришла она спустя 23 дня. Пришла бы она раньше, может, он 50% оплатил бы. А по этой квитанции он за перегруз должен заплатить 300 тысяч рублей. Когда он пошел платить штраф в терминал МВД, ему предложил терминал заплатить 400 тысяч рублей. Это примерно сравнимо со стоимостью его КамАЗа, 15-летнего, который у него... Этот для него и для его семьи из пяти человек означает гибель. Просто голодная смерть, полное разорение. За 24 дня с момента начала их стачки и до моего приезда к ним не пришел ни один депутат Государственной Думы от Дагестана. В день моего приезда, очевидно, узнав, что я приеду, их вызвало к себе вельможно в кабинет вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев и депутат Гаджимед Сафралиев, который, по их словам, очень торопился и говорил, у меня самолет, полчаса они с ними просидели, потом, как говорится, достаточно так начальственно им указали, как они должны действовать. Что привело их в состояние дальнобойщиков, ну, такого весьма иронического отношения к этой власти, в которой они, собственно, и без этого не сомневались. Они контролируют полностью ситуацию. Всех нервных провокаторов, экстремистов, которые пытались попасть, они сразу сами и изолируют. Сначала их немного добросили Росгвардию, это русские, из других регионов, которым сказали, тут собрались террористы, экстремисты, серая схема, мафия. Но Росгвардейцы тоже очень быстро разобрались, что перед ними находятся люди труда, которые честно, согласно Конституции, борются за свои трудовые законы, за свои трудовые правила. И, в общем, у них есть такое, ну, даже взаимодействие, на мой взгляд. С Росгвардией? Ну, в общем, там... Что, Росгвардия опустила штыки в землю? Нет, не опустила, но они просто видят, что перед ними не преступники. А люди, там же везде люди по обе стороны, понимаете этого? Что это люди, которые просто, как говорится, сейчас находятся на грани гибели. Потому что все дальнобойщики Дагестана – это индивидуальные предприниматели. Кому мешало, что протестующие люди – не преступники? Дело в том, что там, в случае конфликта и силового столкновения, еще неизвестно, кто над кем возьмет верх. Вот это другое дело. Потому что 3000 дагестанских мужчин – это 3000 борцов, спортсменов, не пьющих, не курящих, занимающихся физкультурой и, в целом, достаточно сплоченных. Потом дальнобойщики – это люди, которые привыкли монтировками отбиваться от бандитов на темных трассах. Мы все смотрели, как говорится, мы знаем эти истории. Понимаете, как они? Это да. Поэтому зачем с ними ссориться? Ну, не стрелять же их из пулеметов. Правда, не расстрелять? И поэтому дальнобойщики, которые в Питере, например, стоят, с ними тоже ничего не могут сделать, потому что они, в общем, такие же уперы. Это очень серьезный, абсолютно европейский социальный протест. Объясните, сейчас вы про это скажете, это важно. Но объясните мне, почему именно дагестанские дальнобойщики, они из какого-то другого региона оказались вдруг в центре внимания и вообще этих событий? Там практически нет компаний, которые бы давали машину в лизинг. Практически каждая машина, человек является ее собственником. Человек на машине берет груз, едет, допустим, в Рязанскую область, или в Московскую область, или в Москву, этот груз перевозят. То есть там нет крупных автоперевозчиков? Нет крупных автоперевозчиков. А все вот эти вот мелкие, единичные? Ну, я так, ну, в общем, крупных там нету. Это именно особенность Дагестана? Да, это особенность Дагестана и Кавказа вообще в целом. При этом они говорят, что, допустим, крупные компании, типа «Магнит», они не платят эти налоги. Вот как раз именно большие холдинги, связанные с олигархами, понимаете? А вся нагрузка падает на людей, которые там, чтобы заработать в месяц, там у них выходит, ну, сейчас с Платоном вообще непонятно, как атак, ну, 30 тысяч, допустим, они зарабатывали. Для Дагестана это деньги небольшие, но, в общем, можно как-то прожить. Ну, деньги все. Да, со всеми минусами. Сейчас они выходят не то, чтобы в ноль, но в минус. И когда их... Они, кстати, очень обиделись на Эхо Москвы, честно вам скажу. Когда Эхо Москвы повторило слова какого-то начальника, чуть ли не Медведева, что там 120 человек, значит, и больше там никого нету. А со ссылкой на дагестанские власти. Я им сказал, что просто журналисты очевидно процитировали кого-то. Наверняка. Да. И потому что и Дождь их поддержал, значит, там очень хороший репортаж сделал Вася Полонский. И, в общем, ну, мне кажется, так надо адекватно присмотреться к их проблемам. Потому что это люди, которых просто, ну, которых это все убивает. Причем они говорят их сомнения. Вот они, вот у них есть конкретные предложения. Я должна адекватно присмотреться. Ну, в частности, вы, в частности, я. Ну, да, ну, я присматриваюсь. В частности, власть. Не надо их очень оскорблять, когда говорят, что у них серые схемы. Нет, а власть не хочет же их слушать вообще. Вот они стоят, а уже второй год это продолжается. У них есть конкретные предложения, Оль. Они говорят, вот давайте сейчас мы заморозим на три месяца, допустим, Платон. И нормально, профессионально обсудим все эти проблемы. Они говорят это уже очень давно. Да, мы готовы, говорит, даже чтобы нам повысили, допустим, налог на топливо. Вот акциз повысили на рубль, на полтора, например. Но транспортный налог, они считают, это налог, который просто разворовывается местными элитами. А Платон идет не на дороги, а на фискальные структуры. Камеры, чтобы как можно больше штрафов с них собирать. Давайте мы прервемся на несколько минут. Вот это Максим Шевченко в программе «Особое мнение». Мы продолжим эту тему, она важна. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Максима Шевченко, который только что, несколько минут назад, я хотела бы попросить его развить эту мысль, сказал, что вот этот протест дальнобойщиков, который мы наблюдаем уже много-много месяцев, это вполне себе протест европейский, цивилизованный по форме. Это абсолютно европейский протест, это люди труда, это люди, у которых есть понятные экономические требования, это люди, которые не хотят эти требования политизировать, кроме того, что они не доверяют вообще дагестанской власти, честно вам скажу, потому что дагестанская власть к ним относится с презрением. И это презрение всячески им показывало тем, что просто не приезжал к ним никто и никто с ним не разговаривал, кроме нескольких депутатов Народного собрания. Они сами называли имена, ну, очевидно, их родственников тоже, понимаете, там. И их оскорбила вот эта вот фраза «серая схема», потому что, ну, даже если есть какие-то сероватые схемы, по которым они заработают 10 тысяч рублей плюс, то уж мы не будем в стране, где известно по слогану Суркова обшорная аристократия, которая из страны выводит миллиарды, явно не по белым схемам и не по сверкающим. То есть, наверное, с элементами белой дорожки, но не по белым схемам, естественно. Но не той белой дорожке. Да. А то, как говорится, тут обвинять людей труда, которые проводят, гробят свое здоровье, там десятки часов проводят за рулем по этим жутким дорогам российским. Отрываются от семей. Это такое оскорбление для них, которое, честно говоря, я просто не понимаю. И европейский протест, да, потому что это абсолютно тредъюнионистский классический протест. То есть, у них есть и инициативная группа, которая четко совершенно взаимодействует с юристами, с местными дагестанскими, очень хорошими. Которые выдвигаются, что четко просчитали все эти вот расходы. Они просто доказали мне на цифрах, это письмо, оно будет готово. И я его обязательно на «Эхо Москвы» для публикации тоже предоставлю. Там формулы просто. Это профессиональные люди. Почему они не верят, что это тройное налогообложение пойдет на ремонт дорог? Они просто это доказывают. Они говорят, в частности, Платон пойдет не на качество дорог, не на содержание, а на создание дополнительных фискальных инструментов. Камер этих электронных весов, которые потом им будут письма счастья присылать по 300 тысяч рублей. Ну, они, в общем, тоже нужны, на самом деле, камеры. Они говорят, что присылайте эти письма не нам, водилам, а грузоотправителям. Потому что, когда, говорит, грузоотправитель, мне загружает этот крокодил, значит, 12-тонный, например, да, ну, КАМАЗ, который мы как студенты, помню, который мы там картошку на них загружали. То он пишет в накладной, допустим, 10 тонн. Говорит, я же не могу перевесить. А потом я еду, и мне на посту ГИБДД говорят, а у тебя 15 тонн. Но штраф же приходит мне, как водителю, а не грузоотправителю, который меня обманул, нарушив, как бы, грузо, значит, вот этот вот самый оборот. И поэтому, говорит, мне же самому невыгодно, потому что износ машины, когда у меня там вот не 10 тонн, а 15, мне, говорит, зачем это? Это сказали многие люди. То есть, я к чему это говорю? Тут нет ситуации неразрешенного конфликта, на мой взгляд. Здесь абсолютно вменяемая, нормальная есть ситуация, возможность для трудового диалога, для заключения соглашения, которым они готовы, которым они просят и так далее. Ситуации непримиримого конфликта нет, но ситуация непримиримого высокомерия. Власть, не идя с ними на переговоры, сама делает из экономического политический конфликт. Это кончится просто словами долой. И тогда против них будут брошены вооруженные отряды, их объявят там членами ИГИЛ или Аль-Каиды, и что-нибудь еще такое будет, понимаете? А заодно еще десятки тысяч их товарищей по всей стране объявят ИГИЛом. А вот этот протест, который сейчас очень внятно так и организованно поднимается и касается тоже очень многих людей, и, в общем, самого насущного, что у них есть, я имею в виду всю эту историю с пятиэтажками. То же самое, Оль, призрение к людям, не детали, тут нет смысла обширать детали, там нет раз, просто призрение к людям. Просто где-то в кабинетах какие-то начальники, очень важные начальники решили, что будет вот так вот. Так вот мы облагодетелистуем этих насекомых, которые там далеко внизу, значит, и изволят голосовать или не голосовать за нас там в день голосования, понимаете? И вот эти насекомые должны уже упасть ниц и, как говорится, свои восемь лапок поднять к небу и благодарить нас, как герой Кавки, который однажды утром понял, что стал, значит, жуком. Вот это такие же жуки. А если они, как говорится, возбухают, то они тоже, как герой Кавки из его знаменитого романа, уже заранее виновны и, как говорится, процесс пошел. Вот они так относятся. То есть здесь же никто же не обсуждает с нами, с москвичами. Дорогие москвичи, никто нам не говорит, а можно мы вот сейчас вот перекроем все бульварное кольцо, чтобы его отремонтировать? Простите нас за неудобства. Не выступает же ни мэр, ни кто-либо другой, не предупреждает нас об этом. Просто однажды утром мы с вами выезжаем на бульварное кольцо и видим, что проехать по нему невозможно, что вся Москва перекопана. Я сейчас видела вот тут недалеко, на том куске бульвара, который рядом с нами, рядом с Арбатом, там перекладывают ту плитку, которую клали год назад. Ну, это я даже сейчас в детали не говорю. Просто высокомерие их оскорбляет людей. Потом они удивляются, почему вот там, допустим, люди выходят на митинги, которые вчера еще не выходили. Ну, потому что надоело просто, что есть какие-то полубоги. Ну, не такие уже, честно говоря, полубоги. И знавали мы их, ну, максимум разбираются во французских винах. Там Шато-Марго отличат, допустим, от какого-нибудь бургундского. Я не уверена, что это является признаком божественного. Ну, с их точки зрения, является. А все остальные – это такой, понимаете, расходный строительный материал их благополучия, их семей. Я полагаю просто, что вот если бы не было этого высокомерия, то любые самые сложные вопросы кончались бы легко, обсуждались бы легко, понятно и внятно. Эта высокомерия оскорбительна для населения нашей страны. То есть, не населения, для народа, извиняюсь. Это они нас считают населением. Вот показывают ребята в Дагестане, в других местах, что мы народ. Я считаю, что с этими квартирами, даже сейчас вот не обсуждая там хрущевы, не хрущевы, я помню при Лужкове, когда переселяли из хрущев в эти, значит, самые дома, там 12- или 16-этажные, по-моему. Ну, в новые, конечно. То там, во-первых, на ребенка, по-моему, был дополнительный метраж или комната, если ребенок там несовершеннолетний в семье. А если, значит, там еще был развод, люди, допустим, жили в разводе, прописаны на одном месте, каждому давали отдельную квартиру, ну и так далее. Если там совершеннолетняя что-то, дочь с матерью уже, то им тоже подразумевались отдельные комнаты. А сейчас, по-моему, это не учитывается. Может быть, учитывается, просто мы не слышали. Вот вам была бы социальная реклама. Висели бы плакаты по Москве. Дорогие москвичи, мы хотим вас переселить. Это будут такие-то вот условия. Если у вас есть вопросы, звоните по такому-то телефону. Вы видели хоть один такой плакат? Я не видела такого плаката. Я должна там все-таки сказать честно, что были вот эти вот общественные так называемые слушания. И все время нам говорят о том, что были они в районах, конечно. Вот пришли бы на Эхо Москвы, который слушает вся Москва, и по Эхо Москвы бы общественно слушались бы, и слушали бы, и внимали бы. Люди, которые были на этих слушаниях, а мы знаем, это было на прошлой неделе, а туда набилось на эти слушания огромное количество жителей. Вот буквально в каждом месте, где они проводились. А они вроде как проводились для галочки, потому что туда приходили начальники, которые говорили спасибо, там, ваш звонок очень важен для нас. Вот в таком духе. А народу там набилось какое-то рекордное количество, потому что это всех волнует, конечно же. Ну, при всем при этом, я хочу сказать, что есть и... Ну, то есть я это говорю к тому, что нельзя сказать, что вот они совсем ничего не делают. Но это очевидно совершенно делается очень формально, для того, чтобы поставить галку и сказать... Мы обсудили, поэтому теперь бульдозер вперед, да. Да, и все, мы же обсудили, мы же объяснили. До свидания, вперед бульдозер. Да, вперед бульдозером. 29 апреля планируется митинг открытой России, марш оппозиции. Тут я тоже хочу сказать, как член СПЧ, я выступил, подписал письмо в свое время, когда после, значит, 26 марта, о том, что если власть, что власть должна согласовывать и, значит, разрешать эти марши оппозиционные. На этот раз власть, по-моему, согласовала, им дала проспект Сахарова. А как власть, собственно, не то, чтобы она должна их разрешать, она должна их согласовывать с точки зрения удобства. Ну, удобства, вот, да, они рвутся на Старую площадь, честно говоря, я полагаю, что это уже сознательная провокация, которая выходит за рамки нормального гражданского протеста. А почему нельзя пойти на Старую площадь, например? Потому что на Старой площади находятся... Если это такая адресная акция, направленная там на, не знаю, правительство... Честно говоря, проспект Сахарова, это тоже направлено, и это тоже центр Москвы. Ну, это такое место, как хорошо известное, да, это не выселки какие-нибудь. Я считаю, просто на Старой площади, наверное, и можно было бы пойти, но, честно говоря, мне, как москвичу, удобнее, чтобы это было в центре, и чтобы это было на проспекте Сахарова. Потому что это будет перекрыто все на Старой площади. Во-первых, там, наверное, есть сопровождение безопасности, потому что в огромной массе людей, которые столпятся около зданий, там, ФСБ, правительственных зданий, может быть, кто угодно. Обратите внимание... На проспекте Сахарова все-таки это гораздо проще даже контролировать... Обратите внимание, что на Старой, на Новой площади, где теперь стоят контрольно-пропускные пункты, ворота железные и огромные заборы, вот, из соображения безопасности... Знаете ли, при зловещем Сталине любой человек по билету в КПБ мог зайти туда, в этот самый подмест. Они появились ведь, в общем, относительно недавно, только что, несколько лет назад, потому что даже при зловещем советском КГБ вот таких вот мер предосторожности у администрации против каких-то гипотетических опасных трудящих... Большие начальники, большие начальники любят строить большие заборы, как мы поняли по всему. И чем больше забор, тем больше начальник. А чем ажурнее заборы, тем более и изящные, значит, и большие в своем размере эти начальники. Заборы, как говорится, это вообще одна из болезней, к сожалению, нашей страны. Но сейчас не про заборы, а я считаю просто, что если митинг согласован оппозиционный, и если власть дает в центре вам проводить этот митинг, а вовсе не на окраине. Проспект Сахарова, это там были в 2012 году большие митинги, как я помню, на проспекте Сахарова. И нашисты там проводили, и, значит, антинашисты проводили. Честно говоря, мне кажется, что отказываться от этого, это просто явное провокационное уже дальнейшее действие, которое мне непонятно, зачем нужно. Ну, и не пускать людей, например, в центр Москвы, там, на Старую площадь, или... Или на Красную площадь, или внутри Кремля. Какой ужас. Ну, не надо доводить тоже до абсурда. Ну, согласитесь, что это, ну, как минимум, трусость. Нет, я не считаю, что это трусость. Я думаю, что у каждого города есть свои соображения, и я не полагаю, что в любом месте города можно, ну, скажем так, перекрывать его движение и проводить подобные мероприятия. Оппозиционный митинг неизбежно будет связан с возможностью насилия. Я не говорю, что с насилием. С возможностью насилия. Там неизбежно будут с обеих сторон люди, которые будут друг к другу напряженно, мягко выражаясь, относиться. Я, честно говоря, не хотел бы, чтобы он спонтанно перерос во что-то похожее, что было, по-моему, 6 мая тогда, если мне память не изменяет. Все плохое, что было 6 мая, это то, что процессы над его участниками до сих пор длятся. Это абсолютно правильно. А больше там не случилось ничего такого ужасного. Это абсолютно правильно. Давайте мы за это... В августе выйдет Сергей Удальцов, что я лично жду с нетерпением. Максим Шевченко в программе «Особое мнение». Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.